Почему мироточат и кровоточат иконы? Сейчас мы находимся в храме новомочкой спинников в Церкви Русской, в которой я являюсь настоятелем, смиренный в свое послушание. И мы с вами сейчас посмотрим на несколько примеров. За моей спиной крест, который буквально более года ножички мироточат. И потом еще в другом храме с вами побываем, увидим, как мироточат железная икона. Когда мироточат деревянная икона, здесь еще как-то понятно, даже смола может выделяться из дерева. А вот когда мироточат железная, еще больше удивительно. Но давайте для начала сначала вспомним Моисея, который пришел к фараону и показывал чудеса. То есть чудеса по силе, по воле Божьей. Но давайте вспомним, и чудеса показывали жрецы и фараоны. То есть, значит, чудеса может показывать и лукавые. Поэтому всякое чудо мы должны смотреть с большой осторожностью. От кого они? Так и мироточение, и кровоточение икон, и далее, далее. Чаще всего, давайте посмотрим несколько причин, почему могут мироточить, кровоточить иконы. С одной стороны, мы понимаем, что икона – это не идол, это не Бог. Это напоминание о источнике, о первообразе, который, конечно же, указывает нам на духовное начало. Поэтому Господь и чаще всего напоминает для утверждения веры, первое, для упразднения маловерия или же сомнений в бытии Божьем. Далее можно сказать, что как укрепление для неверующих людей и зачастую, особенно мы помним это в 30-х годах, как увещевание перед какой-то печалью, в частности, перед Великой Отечественной войной. Поэтому мы должны всегда быть аккуратны и осторожны. Сейчас перенесемся в другой храм. Сейчас мы с вами находимся в храме Трехсвятителей. Я в этом храме служил длительное время. И за моей спиной икона, железная икона, Спасителя Господа нашего Христа. Она мироточит более 10 лет. И вот здесь нету такого показания, что она мироточит по какой-то скорби. Подводим итог. Чудеса могут быть разные. Я еще не озвучил благоухание. Бывают разными такими запахами, карамельными, цветочными. Ну, еще и не сказал мироточение мощей. Это тоже частое явление святых угодников. Но самое главное, мы должны подчеркнуть, что ко всякому такому чуду мы должны быть осторожны, без всякой эмоциональности, эйфории. И за все Господь Благодарить. И за радости, и за скорби. Храни вас Господь. Аминь.